ФАЮМСКИЙ ОАЗИС ФАЮМСКИЙ ОАЗИС Исследователи пытаются понять, кто был этот мальчик и почему он был захоронен таким необычным способом. ФАЮМСКИЙ ОАЗИС В сентябре 1 1846 года оба судна оказались в ледяной западне близ острова Кинг Уильям и никогда больше не выходили в открытое плавание. Часть экипажа погибла при зимовках уже на Кинг Уильяме, в том числе и сам Джон Франклин. Остальные члены экипажа предприняли в 1848 году тщетную попытку добраться до материка пешком, которая закончилась для них трагически. Поиски затонувших кораблей велись очень давно. Только в 2014 году подводные археологи нашли сначала останки Эребуса, а спустя два года – террора. Причем последнее судно удалось найти в 96 километрах от предполагаемого места крушения. Исследователи надеются, что обнаруженные находки помогут больше узнать о неизвестных событиях трагической экспедиции Франклина. На нашей планете много мест, которые либо недостаточно изучены, либо представляют собой странные объекты, вокруг которых ведутся споры научным сообществом и альтернативными историками. Одной из таких загадок являются древнейшие каменные колеи, неизвестно кем, когда и для чего созданные. Каменные колеи встречаются на Земле достаточно часто. Они существуют в бассейне Средиземного моря, Франция, Греция, Италия и широко распространены на островах Мальтийского архипелага, Мальта и Гоза, а также в Центральной Турции, Фригийская долина и на Абширонском полуострове в Азербайджане. По своему виду, это множественные протяженные углубления на скальной поверхности, похожие на параллельные следы от колес вездеходов или автомобилей. По мнению ряда альтернативных историков, окаменевшие следы, найденные в различных местах Земли, были оставлены тяжелыми транспортными средствами неизвестной цивилизации. Согласиться с этой теорией значит признать, что еще до нас, на Земле, существовала доисторическая цивилизация, которая, возможно, была достаточно развитой, чтобы иметь такие средства передвижения. Это утверждение вызывает немалые споры, так как большинство археологов считают, что человеческая цивилизация существует на нашей планете всего несколько десятков тысяч лет и является единственной разумной цивилизацией на Земле. Несмотря на то, что люди не одну сотню лет видят эти каменные дороги, живут рядом с ними и ходят мимо них, общепринятого ответа на вопрос об их происхождении пока нет. К примеру, на Мальте некоторые колеи уходят под воду, более того, проходят по дну залива и появляются на другом его берегу, что позволяет сделать предположение, что во время создания этих загадочных линий поверхность острова была совершенно иной. Одна из теорий происхождения борозд отождествляет следы в скальном грунте со строительством храмов на Мальте приблизительно за 1500 лет до начала Бронзового века. Согласно еще одной версии, борозды были выдолблены финикийцами в VII веке до н.э. Согласно третьей теории, колеи могли использоваться в качестве системы орошения. Правда, ни одна из этих теорий научно не подтверждена. Общепринятой учеными считается гипотеза, что каменные колеи – это следы от древних повозок. Однако многие исследователи полагают, что такая теория притянута за уши учеными-ортодоксами. Во-первых, какой огромной тяжести должны быть эти повозки? Во-вторых, глубина некоторых борозд составляет около 60 см, что позволяет говорить о колесах диаметром более полутора метров, что просто маловероятно для той эпохи. К тому же, рядом с некоторыми каменными бороздами можно найти еще некие фигуры в виде прямоугольников и треугольников. Все это наводит на мысль, что колеи были созданы совсем не для езды и даже не для орошения полей, а для каких-то иных, пока непонятных нам целей. И опять-таки, кем? Не могли же люди бронзового века сооружать такие дороги? Или могли? Недалеко от Каира находится комплекс пирамид в Гизе, вероятно, самый известный и узнаваемый археологический памятник в мире. Больше всего внимания издавна приковывает самое крупное из построенных здесь сооружений – пирамида Хеопса. Известно, что внутри этого массивного сооружения, возведенного около 4,5 тысяч лет назад, находятся несколько внутренних структур, коридоры, несколько камер, большая галерея и так называемые вентиляционные каналы. Вместе с тем, внутреннее устройство пирамиды продолжает исследоваться. Так, несколько лет назад физики начали изучать ее с помощью моюнной томографии. И вот совсем недавно эта работа принесла результат. Группа ученых сообщила, что над большой галереей пирамиды обнаружена неизвестная ранее скрытая камера. Полученные данные позволили представить трехмерную конфигурацию этого помещения. Его длина составляет около 9 метров, а высота и ширина – около 2 метров. Этот коридор располагается примерно в 20 метрах над уровнем поверхности земли. От внешней поверхности стены его отделяет расстояние примерно в 80 сантиметров, что примерно соответствует толщине известнякового блока арки, который можно наблюдать снаружи пирамиды. Поскольку коридор не имеет выхода наружу, археологи назвали его камерой. Ученые уверены, находка приведет к новым открытиям. Обычное выполнение обязанностей может превратить долг в настоящее приключение с обнаружением клада. Так получилось у картографа из Швеции. В апреле прошлого года он обновлял схему леса и случайно заметил какие-то странные предметы. Изначально мужчина принял их за мусор, потому что они просто находились на поверхности и едва были присыпаны землей. Предметы картографа показались просто металлическими предметами, но довольно странными на вид. Они были в хорошем состоянии и трудно было сказать, что представляют какую-то ценность. Но, чтобы сомнения рассеять, картограф рассказал о находке местным властям городка Алинксос. Те, в свою очередь, направили в этот район археологов, чтобы специалисты осмотрели предметы. Прибыв на место, исследователи обнаружили ожерелья, браслеты и булавки для одежды. Всего было найдено около 50 древних артефактов. Но почему предметы находились на поверхности? Ученые полагают, что клад потревожили животные, которые рыли землю возле камней и случайно задели скрытые на небольшой глубине сокровища, которые относятся предположительно к 700-м годам до нашей эры. Археологи продолжают вести раскопки, пытаясь разгадать, как найденные артефакты оказались в данном месте. Около 40 тысяч лет назад неандертальцы, жившие на территории современной Испании, заполнили свою пещеру десятками черепов крупных животных с рогами. Но зачем? По мнению исследователей, черепа животных были собраны в пещере в ритуальных целях, или как охотничьи трофеи, а вовсе не для еды. Во-первых, черепа массивных животных давали слишком мало мяса, чем туша животного. Приносить в жилище голову добычи было бы нецелесообразно. Во-вторых, отсутствие в пещере других костей животных также указывает на то, что они были забиты в другом месте, а в пещеру были принесены только их отрубленные головы. Причем все головы имели рога. Ранее ученые не находили подобных неандертальских пещер с черепами, поэтому им не с чем сравнить и объяснить это открытие. Инструменты, найденные поблизости, указывают на то, что древние люди жили в этой пещере. При постройке парка в 10 километрах от Мериды, столицы штата Юкатан, строители наткнулись на остатки каменных сооружений. Приехавшие на место строительства археологи поняли, что перед ними руины древнего города Майя. Как утверждают историки, это руины города Сиол или Ксиол, существовавшего с 600 по 900 годы нашей эры. Его название на языке майя означает «дух человека». В городе проживало более 4 тысяч человек, включая священников, песцов, сановников и простых людей. Поскольку Сиол находился на берегу Мексиканского залива, археологи предполагают, что значительная часть населения занималась рыболовством. Однако рыболовный промысел был далеко не единственным занятием местных жителей. Сиол был достаточно большим городом, в котором находились ремесленнические, культурные, религиозные и административные объекты. Ученые обнаружили 12 хорошо сохранившихся зданий в черте города на площади в 21 гектар. Древний город имел главную площадь, которая включала в себя пирамиду с двумя расположенными в шахматном порядке лестницами. Ближе к вершине находился храм, доступ в который имел два входа, разделенных монолитной колонной. Рядом расположен небольшой фундамент с жертвенником, который использовался для ритуальных действий. Во время раскопок исследователями были обнаружены около 15 захоронений, в основном взрослых, хотя и были и детские останки, с подношениями в виде сосудов, ожерелий, серега и других вещей, которые местные жители использовали в повседневной жизни. В Сиоле также нашли сенот – подземный водоем, исследование которого начнется в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова